Добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Здравствуйте! На протяжении уже нескольких видео мы с вами гуляем по Ивановской горке. Сейчас мы тоже находимся в этом месте, в этом районе, Ивановская горка, на Росадском переулке. В прошлом видео я рассказывала про храм, собор, вернее, Петра и Павла, который здесь находится, о многом еще чего здесь есть интересное, о многом другом. И то, что касается собора Петра и Павла, я уже сказала, что история этого храма началась еще в эпоху Петра I, когда владение, где сейчас располагается собор, принадлежало Пухиным, родственникам царицы Евдокии, первой жены Петра I. Усадьба серьезно пострадала. При обожаре 1812 года и в 1817 году владение на деньги прусского короля Фридриха Вильяма III приобрел приход Иоангелической Витеранской церкви святых апостолов Петра и Павла. Кстати, дочь Фридриха Вильяма III была замужем за великим князем Николаем Павловичем. Этот район был выбран не случайно. Ивановская горка и ее отрестности были заселены немецкими колонистами с незапамятных до Петровских времен. Собор был освящен в 1819 году. В 1837 году в церкви появился первый орган, на котором шесть лет спустя играл Ференц Лист. Его концерт произвел неизладимое впечатление на московскую публику. Нынешнее здание было построено в 1905 году. В основе здания лежал проект архитектора Валькотта, известного по гостинице «Метрополь» в Москве. Но строительство вел Косов, один из строителей Храма Христа Спасителя. Церковный зал собора имел прекрасную акустику изначально. В 1913 году здесь впервые были исполнены колокола Рахманинова. Пять лет спустя исполнялся реквием Моцарта с участием Неждановой. И сегодня здесь достаточно часто проходят прекрасные концерты классической органной музыки. При советской власти собор некоторое время работал, но в 30-е годы его закрыли, а пастора и церковный совет арестовали. В 1937 году открыли кинотеатр «Арктика», а позднее здание передали студию «Диафильм». Церковный орган вывезли из собора, и в итоге он был утерян. В 1957 году разобрали шпиль собора, в 90-е годы церковь вернули верующим. В 1993 году здесь проходят богослужения в часовне, построенной в южной части церковного двора по проекту Шехтеля. Были проведены реставрационные работы, в том числе на деньги московского правительства. Шпиль был восстановлен в 2010 году, и также в настоящее время в кирхе находится орган XIX века. Ранее принадлежавший разрушенной в 1928 году ветеранское церковь Става Михаила на Вознесенской улице. Ну, а мы с вами сейчас через этот двор собора Петра и Павла проходим на Колпачный переулок, и вот здесь находятся как раз-таки так называемые палаты Мазепы. Почему это так называемые? Потому что это не доказано, что это именно палаты Мазепы. Со двора они смотрятся, конечно, иначе, чем с улицы. С улицей это все гораздо проще, меньше, поэтому, я всегда говорю, нужно заходить во дворы. На Колпачный переулок эти старинные палаты выходят достаточно простым фасадом, и непонятно даже, что это палаты Мазепы, тем более XVII века. А во дворе собора Петра и Павла открывается прекрасный декор здания конца XVII века, выполненные из тесаного кирпича. В основе первого этажа лежат древние белокаменные палаты XVI века. В конце XVII века был возведен второй этаж с барато декорированным дворовым фасадом, наличники. И удивительно, что здание сохранилось до наших дней. Внутри даже можно найти части старинной отопительной системы, отверстия печей, дымоходы, душники для подачи теплого воздуха. Кто был строителем здания и кто владел им в XVI-XVII веках, доподлинно неизвестно. Традиционно памятник называют палатами Мазепы. Среди москвоведов ведутся споры, имел ли Мазепа хоть какое-то отношение к этому зданию. И, судя по последним данным, это здание неспроста было названо именем Гетмана Мазепы. Он владел зданием в другой части, в другом месте Ивановской горки, в районе Хохлов, в Хохловском переулке. Но, судя по последним данным из архивов, он останавливался в этих палатах, которые мы с вами сейчас видим, несколько раз. Давайте посмотрим на эти очень старинные палаты XVII века, полюбуемся. В XIX веке и до 1918 года здание старинных палат принадлежало собору Петра и Павла, который здесь, как вы видите, расположен по соседству. В 90-е годы прошлого века были проведены реставрационные работы, но они, к сожалению, не были завершены. И здание сейчас далеко от идеального его состояния. В палатах Мазепы находятся какие-то конторы в наше время. Два слова про Мазепу. Это незаурядная личность. Стоит того, чтобы о нем упомянуть. Мазепа получил хорошее образование при дворе польского короля, куда он был в юношеском возрасте отправлен по воле отца. Учился в Голландии, Италии, Германии, Франции. Он свободно владел русским, постным, татарским, латынью, знал итальянский, немецкий, хранцузский языки. Много читал, имел прекрасную библиотеку. Все это вкупе позволяет делать ему политическую карьеру, но весьма противоречивую. Собственно, его девизом был «Вовремя предать, это не предать, а предвидеть». Так сложилось, что Мазепу связывали дружеские отношения с Петром I. Он потлялся на Библии, на верность России. Вообще Мазепа немало сделал полезного для Петра и России в целом, но в итоге ошибся. Им овладела иллюзия непобедимости армии Карла XII, когда в 1706 году Россия осталась одна против непобедимого шведского войска. И Мазепа перешел на сторону Карла XII, пообещав ему и зимние квартиры в Батурине, где была его резиденция, и провиант, и подчиненные ему войства. Рассвирепевший Петр I повелел избрать на радио в глухове нового Гетмана, а церкви предать имя Мазепы Анафини, которая так и не снята до настоящего времени, несмотря на усилия новых украинских властей. Потом случилась Полтавская битва, где шведские войска были разгромлены русской армией. Карл и Мазепа бежали на юг. В Днепру в Османскую империю юрылись Бендерах, позже Бандерах. В Бендерах Мазепа умер. Османская империя отказалась выдать Мазепу русским властям. И итог. Мазепа – национальный герой Украины. Ему поставлено множество памятников. Его портреты ветвещены от 10 украинских древних, а отношения России и Украины оставляют желать. Перед вами сейчас интересный дом, построенный на средстве известного музыкального издателя Петра Ивановича Юргинсона по проекту архитектора Глазова. Как раз вот этот сам Юргинсом, нота печати, которого находится здесь по соседству в Хохловском переулке. Первый особняк побольше, второй особняк поменьше. Сейчас это вы видите здание палат Мазепы со стороны Колпачного переулка. Точно так бледненько, бедненько выглядит. Итак, особняк поменьше, дом номер 9, был построен для сына ноты издателя Григория, а второй особняк побольше для дочери Александры. В нем располагалась глазная клиника его зятя Снегирева, известного врача-офтальмолога, доктора медицины, колледжского секретаря, профессора Московского университета. Здесь же семья Снегирева и жила. Итак, сейчас мы с вами еще раз полюбуемся на палаты Мазепы. Вот издалека особняк, который принадлежал сыну Юргинсона, а вот это большое здание – это особняк Снегирева. После революции в доме Снегирева располагались коммунальные квартиры. В 1948 году всесильный министр безопасности Авакумов устроил здесь свою резиденцию, стратив на ремонт дома более миллиона казенных денег. Но в 1951 году его арестовали и расстреляли. Сегодня здесь располагается один из офисов службы внешней разведки. На углу Толпачного-Хохловского переулка стоят городская усадьба Венедиктовых Шнаубертов, Моносзона. К сожалению, этот классический уютный московский дом, где раньше многие бывали художники, фотографы, и которые много рисовали художники, он находится сегодня не в самом лучшем состоянии, и руки городских властей до него еще не дошли. А мы с вами продолжаем любоваться усадьбой Снегиревых. Снегирева. И идем с вами дальше. Да, сейчас два слова только скажу. Пару слов о названии Толпачный переулок. Толпачный, также его называют Толпачным. В москвиче оно возникло в далеком 17-м столетии, расположено здесь, в Толпачной слободе. Местные ремесленники занимались изготовлением головных уборов для мужского населения, так называемых Толпаков. Делали их из дорогущих материалов, но по большей части из бархата. Но это не все. Толпаки также украшались жемчугами, драгоценными камнями, что делало их баснословно дорогими. Соответственно, покупателями их были московские князья. Переулок Баграт своей истории здесь находится, помимо палат Мазепы, еще палаты Тверетинова, городская усадьба Кнопа, особняк Йординсона, особняк Снегирева, усадьба Натомушаркова и палаты Мазепы. Так, а мы с вами идем дальше, гуляем по Ивановской горке. И пока мы с вами снова идем мимо монастыря, пройдем к Малому Ивановскому переулку, я вам в двух словах скажу еще раз о том, что здесь, это в Ивановскую горку входит Ивановский монастырь, церковь Спаса Преображения на Длинищах, церковь Всех Святых на Кулишках, церковь Святых Мучеников, Бессеребреников Кира и Иоанна, церковь Николая Чудотворца в Подкопаях, церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, церковь Восьмой и Демьяна на Моросейке, храм святых апостола Петра и Павла Яузских ворот, храм святого Владимира в Старых Садах, храм трех святителей на Кулишках, церковь Троица Живоначальной в Хохлах, Литеранская церковь святых Петра и Павла и Московская центральная церковь евангелистских христиан-баптистов. И сюда же входит Сарасадский переулок, Большой Спасар-Ленищевский переулок, Малый Спасар-Ленищевский переулок, Большой Ивановский переулок, ныне эта улица Забелина, Малый Ивановский переулок, Большой Спасар-Ленищевский переулок, Большой Трехсвятительский переулок, Хохловский переулок, Малый Трехсвятительский переулок, Подкопаевский, Подколокольный переулок и Петропавловский, Петроверидский, Певческий, Колпачный, Хитровский и Голосов переулок. Он был упразднен. Также входит Хитровская площадь, Сады и Стверы, Морозовский сад, Милютинский сад и парк Спасо-Длинищевском переулке. Вот такая вот огромная, вроде как и в то же время не очень большая территория, очень насыщенная территория Ивановской горки. Ещё многое из этого всего перечисленного я вам покажу, но всего охватить невозможно. Я буду, конечно, стараться вам и дальше здесь снимать видео в этом районе по переулкам, по улицам. Если вам это будет интересно, напишите, что бы вы ещё хотели здесь увидеть. Знаете, каждый раз, даже ходя по одному и тому же переулку, можно как-то по-новому на него смотреть, новое о нём узнавать и находить даже какие-то новые моменты в этом переулке, какие-то интересные всякие штучки во дворах и так далее. Я в этом абсолютно убеждена. Ещё раз посмотрим на эти замечательные храмы и на монастырь. И вот мы на Малом Ивановском переулке. С правой стороны здесь проходит в основном стена монастыря. Здесь находится монастырь Иоанна Притеченский. А вообще сам переулок начинается от перекрёстка улиц Изабелина и Старосадского переулка. И вот возле Иоанна Притеченского монастыря он уходит вниз и от него же отходит Хохловский переулок. Здесь примечательное здание, ну это с правой стороны, это здание монастыря. Иоанна Притеченский женский монастырь, доме номер 2 и доме номер 4. Это всё относится к монастырю. Здесь факультет заочного вечернего обучения Московского университета внутренних дел Российской Федерации. На территории установлен памятник воинам-партизанам, работникам органов внутренних дел. Я не понимаю, почему такое сочетание действительно вообще. Но вот так вот сложилось исторически, что здесь находятся и органы. И в строении 1-2, в доме номер 4, находится Свято-Владимирская православная школа. По левой стороне, здесь находится в доме номер 11, дробь 6, дом Кучумова. И в доме номер 11, дробь 6, строение 2, доходный дом Кучумовой. Это дом жилой, дом доходный, жилой, с 1894 года постройки. Итак, с левой стороны два дома Кучумова, второй из них доходный. Это доходный дом был возведен архитектором Воскресенским в стиле модерн. Здание является ценным объектом культурного наследия, включено в реестр. Это трехэтажный доходный дом, принадлежащий Кучумову. Был построен в 1894 году. Посад здания выдержан в серзорусском стиле. А в 1907 году Воскресенский построил рядом еще один доходный дом, который потом выходит одним из своих торцов или частей своих на Потропаевский переулок. Вот эти два дома вы видите слева, вот этот красненький, и второй доходный, дальше ниже. Это тоже Ивановская горка. Вы видите, какой здесь спуск с горки с Ивановской. Ну, а я буду на этом сегодняшнюю нашу часть прогулки по Ивановской горке заканчивать. Я благодарю вас всех за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы со мной гуляете по Москве, особенно по Старой Москве. Мне тут один подписчик написал, что ничего интересного в Старой Москве нет, что вот как раз Москва-Сити просто нужно, что нужно строить Москву, всю в стиле Москва-Сити, небоскреба – это наше будущее. Я с ним долго обсуждала, не знаю, зачем это бесполезно, но я думаю, что он когда-нибудь это поймет, что важно. А на сегодня это все. Всем вам здоровья, удачи, жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока, до встречи.